Заболевания, передающиеся через укус клещей, встречаются у домашних и диких животных во всем мире. Пироплазмоз, он же бобезиоз, это название одной и той же болезни, в нашей стране повсеместно встречается у собак, однако в последние годы единичные случаи описаны и у кошек. Содержание пироплазмоз у кошек, главные причины заболевания симптомы пироплазмоза диагностика лечения пироплазмоза профилактика опасность для человека в мире случаев бобезиоза кошек зарегистрированы в Европе, Франция, Германия, Польша и Испания, и Азии, Израиль, Индия и Пакистан. Молекулярные исследования показали, что кошки могут содержать множество видов бобези. Пироплазмоз у кошек, главное заболевание не характерно для России, бобезиоз кошек является серьезной проблемой ветеринарии только в Южной Африке, для болезни характерно хроническое течение без периодов высокой температуры, обычно отмечают вялость и слабость питомца, прогноз бобезиоз зависит от серьезности заболевания, которое, в свою очередь, зависит как от факторов организма, так и от факторов хозяина, сообщается о смертности от 15 до 20%. Причины заболевания бобезиоз – это клещевое простейшее заболевание, вызываемое паразитами рода бобесия, принадлежащими к пироплазмида. Именно поэтому заболевания известны и как бобезиоз, и как пироплазмоз. Бобезии представляют собой простейших одноклеточных паразитов, которые развиваются в эритроцитах животных и питаются их содержимым – гемоглобином. Во всем мире существуют многочисленные виды бобезий. В основном паразит видоспецифичен, то есть определенный вид паразита может быть опасен только для определенного вида животных. Например, бобесия конис заражает собак, бобесия эки лошадей, бобесия фелис кошек и тому подобное Однако благодаря развитию науки, в частности молекулярной генетики, стало известно, что у кошек встречаются разные виды бобезий. На данный момент у кошек обнаружено паразитирование четырех видов бобезий – это бобесия фелис, бобесия коти, бобесия херпилории и бобесия пантера. Бобесия фелис, впервые обнаруженная у диких кошек в Судане, впоследствии была признана основной причиной клинического заболевания домашних кошек. Хотя об обезиозе домашних кошек периодически сообщали из разных стран, как серьезное заболевание он, по-видимому, явно характерен только для Южной Африки. Причем бобезиоз кошек регулярно регистрируется только в прибрежных регионах. Предполагается, что инфекция передается клещом, но переносчик на данный момент до сих пор не идентифицирован. Симптомы пироплазмоза Пироплазмоз у кошек, в отличие от аналогичного заболевания у собак, как правило, не сопровождается повышением температуры тела. Чаще всего единственными признаками владельцы отмечают похудение питомца и его вялость. К основным симптомам пироплазмоза относят бледность слизистых оболочек, удрученное состояние животных, в некоторых случаях развивается желтуха. Часто у кошек наблюдаются сочетанные инфекции, например, микоплазмоз, лейкоз, иммунодефицит, которые могут влиять на проявление заболевания. Диагностика золотым стандартом в диагностике пироплазмоза у кошек является выявление паразитов в маске крови из уха, выявляются включения в эритроцитах, однако окончательный диагноз с определением вида паразита ставится путем ПЦР-исследования крови, полимеразной цепной реакции. К дополнительным методам диагностики относят общие и биохимические анализы крови. По общему анализу крови обычно отмечают регенеративную анемию, по биохимии крови, повышение уровня аланинтрансаминозы, но не щелочной фосфатазы, и общего билирубина, а также различные нарушения электролитного баланса. Иногда может наблюдаться вторичная иммуноопосредованная гемолитическая анемия. Лечение пироплазмоза учитывая редкость данного заболевания, лечение на данный момент не до конца разработано. Считается, что основные лекарственные препараты, эффективные против других видов бобезий, имидокарбодипропионат, дименазы на диацетурат, являются малоэффективными средствами против пироплазмоза кошек. Основой терапии являются противопротозойные препараты и поддерживающая терапия. Примахинфосфат считается препаратом выбора для кошек. Препарат вводят как внутрь, так и внутримышечно. Причем стоит отметить, что примахинфосфат оказывает клиническое выздоровление, однако кошка часто остается носителем заболевания. Часто требуется повторное введение препарата или даже длительное лечение. Также применяют поддерживающую и симптоматическую терапию в зависимости от симптомов пироплазмоза, внутривенную инфузионную терапию, витамины и препараты, переливание крови и Т. П. Профилактика Несмотря на то, что переносчик кошачьего бабизиоза на данный момент не обнаружен, вероятнее всего, им является один из многочисленных видов клещей. Поэтому к основным средствам профилактики относят различные капли от клещей, а также ошейники и спреи, например, на основе флуралонера, фипронила и тому подобное не рекомендуется использовать в качестве защитной терапии препараты на основе экстрактов растений, так как на практике доказана их неэффективность. Опасность для человека Как уже сообщалось выше, бабизиоз – это видоспецифичное заболевание, и случаев заболевания человека пироплазмозом кошек в литературе не описано. Более того, основной путь передачи заболевания через укус клеща, между животными и между животным и человеком путей передачи не было обнаружено. Статья не является призывом к действию. Для более детальной проработки проблемы рекомендуем обратиться к ветеринару. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.